МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Управляющие компании выбирают лучших плотников, дворников, маляров и электриков для участия в городском конкурсе профмастерства. Живописная ода любви к русской деревне. Новодвинский художник Александр Зимцовский открыл выставку «Я люблю тебя, Россия». Стартал чемпионат Северо-Западного федерального округа по спортивной гимнастике среди женщин и мужчин. В первый соревновательный день в Северо-Одвинске спортсмены боролись за медали командного многоборья. Заявления от родителей будущих первоклассников начали принимать сегодня. В новом учебном году их ожидается рекордное количество. За парты сядут на 109 дошколят больше по сравнению с прошлым годом. Всего 2192. С сегодняшнего дня в школы начали зачислять детей, прикрепленных к учебному заведению по месту жительства. Ожидается, что новый учебный год станет самым рекордным на первоклассников за все последние 6 лет. В 11-й школе за первые полдня среды принесли 10 заявлений. Всего здесь планируют набрать 3 первых класса, всего 75 юных северодвинцев, на 15 человек больше. Сегодня набор прошел в плановом режиме. Опаздывать это тоже не стоит, потому что в прошлом году были не совсем приятные такие ситуации, когда приходили по микрорайону прописанные родители после 1 июля. И, к сожалению, к моему великому, согласно нашему действию еще законодательства, взять ребеночка я уже не могла. В новом учебном году в некоторых школах увеличится количество первых классов. Например, в школе номер 6 наберут 5 классов, а во второй и 28-й по 4. Всю информацию о часах приема заявлений можно узнать на официальном сайте школы. Первая волна приема заявлений продлится до 30 июня. Для тех, кто планирует идти в школу не по прописке, прием заявлений в первый класс начнется с 1 июля. В России может появиться еще один профессиональный праздник. И внести такой день в календарь требуют северодвинцы. Общественные организации выступили с инициативой учредить День судостроителя на федеральном уровне. Открытое письмо общественники и ветераны направили губернатору Игорю Орлову. Алена Губаева узнала подробности. 300 лет без праздника. Создание всеобщего Дня судостроителя корабелы просили у властей всех уровней. Понимания не нашли. В 2014 праздник впервые отметил Санкт-Петербург. Дольше одного года инициатива не продержалась. Спустя два года организовать официальную дату попыталось Министерство промышленности и торговли. Готовый пакет документов на последнем этапе отклонило правительство России. Оснований для торжества недостаточно, сочли парламентарии. Председатель профсоюза ветеранов войны и труда Николай Житов, как судостроитель с 30-летним стажем, уверяет, в празднику были бы рады корабелы по всей стране. А это целая армия трудящихся. К губернатору общественники обратились как коллеги. Игорь Анатольевич, он сам судостроитель и был директором на прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь». Работал на «Звездочке» много лет. Поэтому он тоже потомственный, я считаю, что истинный судостроитель, который нас, думаю, поддержит и в силу своих возможностей выйдет на президента. Воздавать должные истории корабельного дела думают 30 октября. В этот день, 320 лет назад, Петр I основал российский флот. Вложений государству не требуется, праздновать будут нас средства предприятий. Помочь энтузиастам решила и наша редакция. С просьбой поддержать обратились к депутату Госдумы Дмитрию Юркову. Давайте узнаем, как эта процедура внесения праздников в наш календарь происходит. И если действительно это поддержано очень многими, то почему нет, давайте попробуем. То есть вы готовы участвовать? Да, помогай. Слово за губернатором Игорем Орловым. Алена Губаева, Владимир Богомолов, Семен Самигулин. Вестник Северодвинска. Руководители муниципальных предприятий и акционерных обществ продолжают отчитываться перед мэром Северодвинска. Главный вопрос – итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год. На этот раз пришли директора бани «Водолей», «Горсвета», «Горвика» и завода строительных материалов. Первым отчитался директор бани «Водолей». На предприятии в 2016-м повысили зарплату на 10%. Особый ажиотаж «Водолеи» наблюдали 31 декабря. Выручка здесь была, как за две недели работы. Посетителям теперь предлагают шесть видов веников. В целом, видны результаты, если сравнивать предыдущий период и в настоящее время. Положительных моментов очень много. Я хочу отметить, что население, если у нас жалобы раньше были, в достаточно большом количестве, сейчас действительно их стало меньше. Собственная лаборатория завода строительных материалов позволяет контролировать всю продукцию. Как главу города заверило руководство, качество осталось на высоком уровне. Хотя объемы выпускаемой продукции здесь увеличили. Реализация бетона увеличилась на 9,7. Пески бетона на 13. Реализация расстроена на 18,7. В «Горсвете» тоже повысили зарплату. Предприятие 2016-й отработало с прибылью. В этом году уже приобрели автогидроподъемник. А еще у нас очень хороший в этом году был, мы хорошо сработали, послужил у меня денег за сбитые опоры. Мы этим делом тоже очень сильно отрабатываем. Хорошо отработал и горвик, особенно ощутимая их деятельность весной, когда тает снег. Сегодня предприятие готовит оборудование для подготовки ливневок. Во всех муниципальных предприятиях действует соцгарантия, выплачивается достойная зарплата, подписаны коллективные договоры. В Северодвинске стартовал городской этап конкурса профмастерства. За звание лучших борются маляры, сантехники, электрики и плотники. Управляющие компании выбирают своих лучших представителей для участия в городском этапе. За работой мастеров наблюдал Михаил Брюхов. Главная миссия участников конкурса – не только доказать свое мастерство, но и принести пользу горожанам. Сегодня конкурс для электриков МУП ЖКК проходит в доме на труда 15. Задание для участников – отремонтировать щиты на лестничных клетках всех подъездов. Электрика часто вырубается цвет. Почему-то в нашем подъезде не все квартиры, некоторые квартиры вырубаются. Для нас, может быть, это будет лучше, меньше отключаться будет, проводка новая, наверное, будет. Старые рубильники и проводка в подъездах отработали свой срок и требуют замены. Александр Лавров в должности электромонтера не так давно – всего полтора года. На конкурс заявился, чтобы закрепить навыки и посоревноваться с коллегами в скорости и качестве работы. Задание для него не представляет никакой сложности, хоть и требует немало времени – больше половины рабочего дня. Тут не автоматы стоят, тут эти пакетники стоят старые. Мы меняем на новые. Ну и заодно, в общем, все проверяем. Меняем, где нужно, необходимо, жимы, разъемы. То есть, где еще закисшие. Меняем провода, подходящие, отходящие. К счетчикам, от счетчикам. Участники конкурса работают одновременно во всех подъездах дома. За выполнением задания следит экспертная комиссия. Второй этаж. Установка подключающих устройств на 25 ампер. На площадке по 4 квартиры. Автоматы все подписаны. Номерация квартир. Пыль обтерта. Проводники. Игорь, меняли какие здесь проводники? Обтяжку делали? Я не жил. Крабль не жил. Жимы, да, менял? Не жил, да, с жимы. Остальные работники жилищно-коммунальной конторы проверку уже прошли. Сантехники и сварщики заменили розлив в доме на Карла Маркса 14. В рекордно короткий срок. За одну рабочую смену. Маляры отремонтировали 4 кабинета в здании своей управляющей компании. Плотники сделали новые легкие стремянки для уборщиц. Ну а сегодня приятный сюрприз в виде новых электросчетов получили жители труда 15. Призеров в каждой номинации ждут денежные премии от руководства компании. Из лучших, кого мы выявляем, направляем в администрацию, где уже борются наши лучшие с другими лучшими других предприятий. И там премии довольно-таки серьезные, уже значительно выше. Итоги городского этапа конкурса подведут к Дню работника ЖКХ, 19 марта. Михаил Брюхов, Семен Самигулин, Александр Дятлев, Вестник Северодвинска. Северодвинских врачей обвиняют в смерти младенца. Сегодня в городском суде состоялось предварительное слушание по этому делу. Убитые горем родители требуют за свои страдания с медиков 2 миллиона рублей. Трагедия произошла 31 января в 2014 году. Мальчик умер, прожив всего один год и три дня. По словам отца ребенка, малыша из роддома в реанимацию Северодвинской детской больницы перевезли через 5 дней после рождения на скорой. Там и скончался их единственный ребенок. Сейчас молодая семья не может завести детей. В суде Северодвинцы требуют возместить моральный ущерб по 1 миллиону рублей каждому родителю. Наша позиция уже была осуществлена в предыдущем судебном заседании. Мы ее поддерживаем. Считаем, что здесь причины следственной связи с недвижением указаний по медицинской помощи истицией, и смертью младенца Живенко, малолетнего Ярослава. Я никакой, поэтому мы поддерживаем. Медики настаивают на проведении судебной экспертизы. Суд удовлетворил ходатайство. Через 15 дней дело направят в экспертную организацию в Архангельск. По ее результатам дело возобновят и назначат новое судебное заседание. Спасти дачи от экологической катастрофы. Дачники СНТ Приморского района сегодня начали собирать подписи против полигона ТБО в районе Рикосихи. Народные обращения направят районным, городским, областным депутатам и губернатору. Сбор подписей в правление СНТ Лайского начался всего пару часов назад. В заявлении против запланированного полигона в районе Рикосихи уже подписались больше 300 человек. У нас в правлении было 30 января в понедельник, собрание уполномоченных. Мы вынесли этот вопрос, ведь люди даже не знали. Мы за несколько дней перед этим эту информацию узнаем. Естественно, все были. Во-первых, у нас хороший форум был, почти 120 человек. Ну и все едино решили, что нужно обращаться, писать во все инстанции. Большинство владельцев дач Лайского работают на звездочке, поэтому в цехах организован дополнительный сбор подписей. Дачников тревожит неизвестность. С их слов никто пока не видел точных документов с указаниями, где расположат полигон и как завод займется переработкой. Если расположат в нашей стране, где мы примерно знаем точку, то однозначно все пойдет в реку Шолю, Шоля идет в Лаю, Лая, в Северную Двину. По словам Валентины, поддержать легальный протест против свалки могут и в других дачных кооперативах. В правлении Лайского сбор продолжится до пятницы. СПИД становится старше. Такой вывод сделали областные эксперты совсем недавно. Страшный диагноз ставили лишь молодым жителям региона до 30 лет. Сейчас ВИЧ выявляют у людей старше 30, 40 и даже 50 лет. Далеко не все уверены, проверен ли их партнер на ВИЧ-инфекцию. Напомним, что анализ крови на СПИД абсолютно бесплатный и анонимный. А сейчас поговорим о погоде, словах и ради. Новый день установит погоду на весь февраль. Здравствуйте. О прогнозах на четверг смотрите в Небесной канцелярии сразу после коротких анонсов. Смотрите во второй части выпуска. Кариту скорой помощи не пропустили на трассе Архангельск-Северодвинск. Есть пострадавшие. Подробности в рубрике «Протокол». Живописная ода любви к русской деревне. Новодвинский художник Александр Зимцовский открыл выставку «Я люблю тебя, Россия». Стартовал чемпионат Северо-Западного федерального округа по спортивной гимнастике среди женщин и мужчин. В первый соревновательный день в Северодвинске спортсмены боролись за медали командного многоборья. О метеопрогнозах на четверг расскажет вам Небесная канцелярия. Вас приветствую я и Рада и наш спонсор – стоматологический центр «Престиж Дент». «Престиж Дент» рад видеть своих маленьких пациентов в новой современной детской стоматологии. Все виды стоматологических услуг в одном месте. Терапия, ортопедия, хирургия, ортодонтия, рентген, томография и телерентгенография. Вашим деткам у нас понравится «Престиж Дент». Октябрьская, 3. 2 февраля по данным сайта Архангельского гидрометцентра в Северодвинске ночью столбик термометра опустится до отметки минус 9 градусов днем до минус 7. Ночью небольшой снег, днем малооблачно и без осадков. Ветер юго-западный слабый до 3 метров в секунду. Атмосферное давление будет медленно расти и к вечеру составит 768 миллиметров фортутного столба. По народному календарю 2 февраля день димнего Ефимия. Устанавливается холодная погода. Примечали, метель 2 февраля будет всю оставшуюся зиму. Именно в этот день предсказывают погоду не только на февраль, но и на масленичную неделю. А все сны, которые снятся на Ефимия, вещи. Толковать их следует наоборот. И еще совет не откладывайте на потом заботу о своем здоровье. Посетите стоматологический центр «Престиж Дент». Здесь весь спектр стоматологических услуг. «Престиж Дент», «Октябрьская 3». Я с вами прощаюсь, а «Вестник Северодвинска» продолжается. Впервые в Северодвинске. Онежский депутат Расул Акберов едва не застрелил незнакомого мужчину, когда на крыльце местного кафе поссорился с отдыхающим. В состоянии алкогольного опьянения депутат направил на него газошумовый пистолет и выстрелил в спину. Ему назначено два года ограничения свободы с компенсацией морального вреда пострадавшему – 80 тысяч рублей. Прокуратура требует, чтобы Акберов досрочно прекратил свои полномочия. О других происшествиях в рубрике «Протокол». Карета скорой помощи попала в ДТП на трассе «Архангельск-Северодвинск». Неотложка обгоняла колонну по встречной полосе. В это время 38-летняя женщина за рулем «Лады» поворачивала в поселок Луговой. По предварительной информации, автоледи не заметила спецавтомобиль, несмотря на то, что медики ехали с включенными маячком и звуковым сигналом. Напоминаем, что в соответствии с пунктом 3.2 правил дорожного движения Российской Федерации, при приближении транспортного средства с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда. До нарушения данного пункта грозит административное наказание, вплоть до лишения права управления транспортным средством на срок 3 месяца. В результате столкновения легковой автомобиль протащило около 30 метров. Женщину с телесными повреждениями госпитализировали в больницу. Злостный неплательщик алиментов спрятался в туалете от судебных приставов. По решению суда Северодвинец должен выплачивать алименты на двух детей. Мужчина нигде не работает, не состоит на учете по безработице. Его долг составляет 300 тысяч рублей. Когда к нему нагрянули судебные приставы, его брат уверял, что должника нет дома. Пройдя по комнате, люди в форме увидели, что на столе стоят две чашки с алкоголем и два столовых прибора. Должника нашли в туалете. На него был составлен протокол о привлечении к административной ответственности. В случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. 18-летний Архангел Огородец признан виновным в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней. Следствием установлено в мае 2016 года в лесу в одном из районов города Архангельска обвиняемый в состоянии токсического опьянения напал на 13-летнюю знакомую, изнасиловал и задушил. Также установлено, что 13 мая 2016 года обвиняемый, находясь в состоянии токсического опьянения на спортивной площадке у одного из районов города Архангельска, излично неприятнее набросился на 13-летнего знакомого, повалил с собой на землю и стал душить. Преступный умысел, направленный на убийство, обвиняемый не смог довести до конца по независящим от него обстоятельствам. Очевидцы происшествия освободили подростка. В ходе допроса обвиняемый свою вину признал частично, объяснив свой поступок воздействием паров лака. Суд назначил ему наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу. О творческой картине дня расскажет рубрика «Культурный город. Слово Марии Воробьевой». Здравствуйте! Сегодня наша рубрика действительно будет посвящена картинам. Начнем с экскурсии в ЦК и ОМ. Там открылась выставка «Я люблю тебя, Россия». Живописные признания в чувствах к малой родине принадлежат перуново-двинского художника Александра Зимцовского. Александр Зимцовский – уроженец Лешуконского района, поэтому о деревне с ее богатым колоритом художнику писать не ново. На выставке «Я люблю тебя, Россия» представлены работы с 1977 года и по наши дни. Красота северной деревни и ностальгия по ушедшему времени – этой темой пропитана каждая работа художника. Их на выставке более 50. Вот посмотрите, вот эта работа называется «Шумбалка». Я когда ее увидела, я сразу у меня сердце ёкнуло, потому что я вижу, что я вроде бы здесь была. Действительно, потому что у меня родственники, может, там проживают, как раз вот на этой горке, дедушка, который шел лодки, я увидела вот то самое местечко. И посмотрите, какая громадная, да, широченная здесь река, какие высокие здесь. Мы здесь поближе говорим о горы, а там они говорят щели, красные щели. Места там необыкновенно действительно красивые. Пейзажи, деревеньки, амбары, часовни, бани – и простые, но тонко прочувствованные портреты старожилов. О любви к своей малой родине Александр Земцовский расскажет своими работами до марта. Выставка работает в 16-м кабинете и в холле третьего этажа ЦКЮ. А теперь о новости с еще одной выставки, которая уже месяц находится в центре внимания северян. С сегодняшнего дня в регионе стартует конкурс сочинений по одному из экспонатов Всероссийской выставки «Лики России». В своих творческих работах участники должны описать один из шедевров выставки и указать, где он экспонируется. Для этого посетить не менее двух площадок. В работе обязательно нужно указать имя художника и название своего произведения. Творческую работу необходимо разместить с хэштегом «Лики России» или «Лики онлайн» в официальной группе ВКонтакте Министерства культуры Архангельской области «Культура-29». Сочинения принимаются до 22 февраля. Напомню, сама выставка «Лики России» откроется в Северодвинске уже завтра. И сразу на двух площадках. В 16.30 ценители искусства ждут в художественной школе номер 2, а затем в 18 часов в Центре культуры и общественных мероприятий. Успевайте вдохновиться творчеством. До завтра. Ты сходил? Ну, сходи. Ну, сходи. Подпишись на «Северный рабочий» онлайн на сайте nworkr.ru Сегодня в городе Корабелов стартовал чемпионат северо-западного федерального округа по спортивной гимнастике среди женщин и мужчин. В первый соревновательный день спортсмены боролись за медали командного многоборья. Три дня в специализированном зале «Дюсша-1» будет проходить чемпионат северо-западного округа по спортивной гимнастике. Сегодня спортсмены из Архангельской, Вологодской, Новгородской, Калининградской и Псковской областей разыграли медали в командном многоборье. Наши команды готовы неплохо, и вот сейчас уже можно сказать, что наша сборная команда мужская заняла первое место. Сейчас на данный момент идут соревнования между женщинами, женскими командами, и будем надеяться, что наша команда тоже будет где-то в лидерах. Второй год подряд в родных стенах это помогает? В прошлом году ты волновался? В прошлом году я волновался, в этом году намного легче. Все-таки уже смог собраться, как-то даже других собрать, настроить. И в итоге общими усилиями мы смогли сделать то, что не смогли в прошлом году. Наш женский квинтет, ведомый тренером Галиной Башко, лидировал после трех снарядов, но расслабляться было рано. Традиционно сильная команда Новгородской области отставала всего на три балла. Тем более, что после рождения ребенка в нее вернулась опытная и талантливая гимнастка Элеонора Афанасьева. К сожалению, в выступлениях на бревне наши девушки дрогнули и совершили слишком много ошибок и падений, а вот главные конкурентки наоборот. Выступили в свою силу и вырвали золото. Команда по морю завоевала серебро и бронза досталась в Вологодской области. Галина Михайловна, лидировали до последнего вида и все-таки проиграли сильной команде Новгорода. Расстроены? Нет, не расстроены. В общем-то мы этого ожидали, потому что команда сильная. И так сложилось, что у нас первые снаряды были сильнее, а заключительные снаряды там где посложнее и падений больше возможны, и оценки пониже, и базу труднее набрать. Поэтому, в общем-то, это ожидаемо. Завтра гимнасты разыграют награды в абсолютном индивидуальном первенстве, а 3 февраля участники подведут итог чемпионата в отдельных видах многоборья. Константин Мухин, Владимир Богомолов, Вестник, Северодвинска. Тем временем в чемпионате Федерации Северодвинска по мини-футболу сыгран очередной матч. Лидирующая команда «Океан» принимала на своей площадке футболистов МЧС. Поединок получился очень эмоциональным и боевым. У команды МЧС сезон проходит под лозунгом «Что такое не везет и как с этим бороться?» Желто-синий, имея хороший сбалансированный состав, раз за разом упускают победы. Игроки «Океана» в этом году показывают бойцовский характер, проигрывая первые таймы, отыгрываются во втором. Вот и в прошедшем матче капитан МЧС Александр Гулин вывел свою команду вперед. На первых же секундах второго тайма Максим Порошин воспользовался ошибкой МЧС. Через несколько минут футболисты «Океана» удивили розыгрышем штрафного не только болельщиков, но и соперников. Не справился Максим Ермаков и со вторым точным ударом Андрея Фагельзонга. После такого отрезка МЧСовцы пытались отыграться, но все тщетно. Под занавес матча Кирилл Саргин установил окончательный счет 4-1. Ну, впереди оставшиеся игры, и каждая важна, в каждой надо побеждать. Да, мы хотим стать первыми, только задача такая, хотим поехать на Спорт-Океану, вот, так что да, побеждать в всех матчах. Отыграться тяжело, конечно, с командой «Океан», постарались как могли, но, я думаю, четвертый гол он погоды не сделал. А так команду мы сегодня, я думаю, мы хорошо бились, кто пришел, зрители, им понравилась игра, потому что она была с накалом, она была с хорошими моментами, и очень приятно, что все-таки судьи, они смогли сдержать. Таким образом, «Океан» набрал 15 очков, и какая команда приблизится к лидерам, мы узнаем 8 февраля после матча «Звездочки» и «Севмаш». Константин Мухин, Владимир Богомолов, Вестник, Северодвинска. Это все, о чем мы успели вам сегодня рассказать. Увидимся завтра в 19 часов. Напоминаю, что материалы выпусков вы можете посмотреть и на сайте свой-регион.тв. До свидания. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Городская справочная. 8 800 158 55. Информируем обо всем. Бесплатно, оперативно, ежедневно. Только в «Натомаркете». Контейнер для продуктов 89 рублей. Спонсор прогноза погоды – «Северодвинск молоко». Делюсь своим секретом. Когда готовим блины, хотите на молоке, хотите на кефире? Главное – использовать продукцию ОАО «Северодвинск молоко». Готовлю сам, советую вам. ОАО «Северодвинск молоко». Всегда вкусно, всегда полезно. В четверг 2 февраля, по данным сайта Архангельского гидрометцентра, в Северодвинске ожидается. Ветер юго-западный, слабый до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет медленно расти и к вечеру составит 768 миллиметров ртутного столба. Переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью – минус 9, днем – 7 градусов со знаком минус. Спонсор прогноза погоды – «Северодвинск молоко». Полезные продукты для вашей семьи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова